Татарстан действительно голосовал активно. Выборы в республике признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней большинство голосов на выборах президента у Рустама Миниханова. Он набрал 83,28%. Данные сегодня огласил председатель Центра избиркома республики. На втором месте Альмир Михеев, затем Альфред Валиев, Олег Коробченко и Владимир Сурчевов. Все, что мы обеспечивали, все, что мы предполагали во время этой избирательной кампании, связанной с безопасностью, с новыми форматами работы, все удалось, все сделано. Таким образом, Рустам Миниханов одерживает убедительную победу и будет во главе республики до 2025 года. До 2024 становится депутатом Госсовета республики Тимур Шагивалиев, генеральный директор особой экономической зоны Алабуга. На один год мандат депутата Госдумы от Нижнекамского избирательного округа получает Олег Морозов. Он набрал 73% голосов. По традиции, активнее всего в республике голосовали сельские жители. Больше чем в 15 районах явка выше 90%. Лидеры – Апастовский, Држановский, Сармановский. Среди городов самая высокая явка в Альметьевске, Буинске и Заинске. Я считаю, что выборы прошли хорошо, выборы прошли организованно, выборы, подчеркну еще раз специфику именно этого единого дня голосования, прошли безопасно. И Татарстан подтвердил в очередной раз в российских масштабах, так сказать, свой высокий передовой статус. Выборы прошли без особых замечаний, хотя на некоторых участках были попытки провокации. Вот, например, ситуация в Столбищах. Мужчина без документов представился членом территориальной избирательной комиссии и попытался попасть на участок до его открытия. Естественно, в доступе ему было отказано. Вы должны предоставить удостоверение тика. Когда оно мне будет, тогда я вам предоставлю. Вот когда оно будет, вы можете сюда зайти. Чем было вызвано такое поведение, остается только догадываться. Дестабилизировать ситуацию на избирательном участке не удалось. Мешал нам открыть и приступить к работе в 8 часов, так как я говорил о том, чтобы он покинул помещение, потому что он находится там незаконно. Он просто ждет и задает провокационные вопросы. А что вы со мной сделаете, если здесь я останусь? Соответственно, через полчаса он просто покинул помещение. Конфликта не было только из-за того, что мы не поддаемся на провокации. А на соседнем один из кандидатов подошел слишком близко к курне с бюллетенями, мешая подсчету голосов. Давайте не будем мешать комиссии. В итоге все завершилось благополучно. Члены избиркома четко соблюдали закон. Мы выезжали практически на все сообщения и практически на все звонки. Ну, звонки, будем так говорить, я тоже в том числе отрабатывал. В целом выборы прошли организованно. Большую роль в этом сыграли и наблюдатели. Их на этих выборах было больше 20 тысяч, в том числе и блогеры. Как назвали их федеральные эксперты, татарстанская ноу-хау. Возникали какие-то вопросы, в том числе сообщения, которые нам шли из разных точек. Быстро перепроверялись так называемые нарушения, которые впоследствии, по счастью, не подтверждались. Но наша обязанность была любое сообщение перепроверять. С точки зрения безопасности на участках для голосования, все прошло более чем спокойно. Никаких нарушений выявлено не было. Предлагались перчатки, маска. Предлагалась обязательно обработка рук, термометрия. Члены избирательной комиссии и наблюдатели также были в средствах индивидуальной защиты. Поэтому никаких нарушений выявлено не было. Окончательные результаты выборов центральная избирательная комиссия подведет на этой неделе. Уже затем будет определена дата инаугурации президента республики. Словат Мухаммадулин Ренат Сафин ТНВ. Казань.